Украинские активисты собрались возле Сейма Польши. Свои акции хотят с одной стороны поддержать украинских водителей, которые оказались фактически заблокированными в километровых очередях на границе. На сегодня, по данным Госпогранслужбы Украины, там находится около трех тысяч фур. Два человека погибло. Поэтому следующая и главная цель акции – обращение к польским депутатам урегулировать ситуацию и разблокировать границу. Соответствующие письма активисты передали в польский Сейм. В этих письмах мы просим польское правительство обратить внимание на то, что гибнут люди. В частности, в них идет речь о том, что уже были две смерти. Кроме того, это и экономические проблемы двух стран, не только одной. И мы просим рассмотреть на ближайших заседаниях комиссии вопрос разблокирования границы. Первые договоренности о снятии блокады на границе между Польшей и Украиной были достигнуты 1 декабря. И спустя три дня частично заработал пункт пропуска у гринов. Это первый этап. Далее, как обещают чиновники, в системе электронной очереди должны быть созданы отдельные очереди для фур, которые едут без груза. В правительстве Украины рассчитывают, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшие недели. Пока же украинские перевозчики подсчитывают убытки. Фактически за месяц блокады они составили порядка 400 миллионов евро, а бюджет Украины недополучил более 9 миллиардов гривен из-за потери таможенных платежей. Это не только блокирование перевозчиков, это блокирование экономики Украины, и это очень важно для каждого из нас. Я вышел сюда, чтобы сказать, не помогайте Россию в войне против Украины, потому что это помощь России. Ограничить получение товаров, экспорт товаров, это экономика и это люди, потому что из-за этого кто-то вовремя не получит лекарства в Украине. Это не только про деньги, это комплексный вопрос. Окончательно разрешить проблему, безусловно, могли бы договоренности на высшем политическом уровне. Но ситуация довольно непростая. Нынешнее польское правительство Моровецкого поддерживает требования польских перевозчиков. Более того, потребовало от ЕС отменить для украинских компаний так называемый транспортный безвиз. Категорически против этой польской инициативы высказалась Еврокомиссия. Однако в ближайшее время официальная позиция Польши может измениться. Сеем на пороге формирования нового правительства. И если кабинет Матиуша Моровецкого не получит, вот он доверие, право формировать новое правительство перейдет к Дональду Туску. Высказываясь о ситуации на границе, он заявил о том, что готов разрешить эту проблему.